Приветствую всех на своем канале истории тетушки Ани Лак. А на Дзене просто Галина Павлова. Я опять на своей любимой качели. Наверное, больше недели не записывала ничего и ничего не выпускала в связи с печальными событиями недельной давности. Не хотелось ничего записывать, не хотелось ничего говорить. Впала в какое-то воцепенение. И очень трудно было выйти из этого положения. Но в конце концов, жизнь идет, продолжается. И вчера я посетила выставку, вернее, не выставку, а экспозиции, которые расположены в главном штабе Эрмитажа. Сейчас я вышла из метро на станции Площадь Восстания. Это не конечная цель поездки. Мне нужно попасть на Дворцовую площадь. Могла бы проехать до станции метро Невский проспект. Но я люблю, когда выезжаю в центр, проехать или прогуляться по Невскому проспекту. Приглашаю и вас проехать вместе со мной по самому известному проспекту нашего города. Вот там вот вдалеке вы видите модный дом Татьяны Парфеновой. Надо будет туда как-нибудь зайти. Сейчас пересекаем Литейный. Остановка Литейный проспект. Какая-то крутая фешенобильная гостиница, ресторан Палкин. Вот ту сторону Невского, кстати, я вам не показывала. Ну вот сейчас мы проезжаем Дворец Пелосельцева-Белозерских. О нем я вам как раз рассказывала. Фонтанку пересекаем. Коникло. Все готовится к лету. Покуда, кстати, не плохая, несмотря на то, что влажная, тепло стало. 9 градусов. Комфортно для путешествий. Проехали Анечка в Дворец. Екатерининский сад. Ну, скажем так, еще все не очень красивое, потому что деревья еще голые стоят. Но вот это время хорошо не просто для прогулок, а для посещения музеев и театров. Холода уже нет. Жары тоже нет. Александринский театр. Там я бываю очень редко. Как-то он не входит в зону моих приоритетов. Следующий. Пересекаем Садовую улицу. Вот начинается гостиный двор. Торговый центр. Кстати, внутри этого торгового центра, во дворах, был очень интересный такой ледовый каток. Зимой там катались. Я это все засняла, но вам почему-то не показала, не выложила. Думскую башню проезжаю. Тут надо будет на нее как-нибудь подняться. Посмотрите, если вы увидите, там люди стоят. Кстати, оттуда красивые гибели. Остановка. Станция метро Невский проспект. Следующая остановка. Большая конюшенная улица. Здесь интересные магазинчики, сувениры, ювелирный дом и в гоши. И вот всем известная картинка Казанского собора. Очень частые мои путешествия начинаются со станции метро Невский проспект. Казанская улица. Здесь я тоже несколько раз бродила и вам показывала, по-моему. Вот здесь можете видеть, соседствуют какие-то рестораны крутые и столовые. Дорогие магазины и обычные какие-то салоны. Дворец тоже буквально недавно. Малая морская улица. Уважаемые пассажиры, во избежание возможного... Буквально прошлое мое видео было посвящено этому дворцу. Это Строгановский дворец. И сюда первая среда месяца для пенсионеров бесплатный вход. Набережная реки Мойки. А, кстати, мы сегодня идем тоже, скажем так, в музей, в который бесплатный вход для пенсионеров. Об этом я скажу попозже. Ну и все, подъезжаем уже. Я, пожалуй, все выключаю, потому что мне надо выходить. Мы сейчас выйдем к Дворцовой площади. Впереди вы видите здание Адмиралтейства. Справа виднеется Зимний дворец. Резиденция монарших особ Российской империи. А ныне Государственный музей Эрмитаж. Самый большой музей в России. Здание, которое мы сейчас называем главный штаб, расположено напротив Зимнего дворца. У него интересная история, о которой я расскажу в другой раз. Сейчас только отмечу, что в 2013 году закончилась реконструкция восточного крыла здания, в котором и разместилась коллекция Государственного Эрмитажа. И сегодня мы идем с нею знакомиться. Несколько лет назад вход в музей был с другой стороны. А сейчас он находится со стороны арки главного штаба. Вот, нашла я вход. Посмотрите. Эрмитаж. Людей много. Вот вход. Сейчас идем в кассу. Я уже вошла. Приобрела билетики. Посмотрите, какой здесь холл. Вот там вот с левой стороны есть кафе. Может быть, я потом подойду, посмотрю, какие там цены. И, может быть, даже кофе выпью. Но пока не хочу. Пока мы идем на выставку. Да, запретили мне использовать селфи-палку. Поэтому буду так. Кстати, вот так выглядит билетик. Потому что, несмотря на то, что вход бесплатный, все равно нужны билетики. Вот посмотрите. На втором этаже искусство эпохи модерна. Потом Министерство финансов Российской империи. Фарфоровая пластика. Искусство народов Африки. Итальянская скульптура 20 века. Так, а вот на четвертом этаже французские пастели 19-20 веков. Галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых. Французская живопись. Вот давайте начнем с четвертого этажа и потом будем спускаться вниз. Посмотрите, какие девочки. Интересующиеся искусством. Вот здесь выставка начинается. Кабинет книги художника. Я вам ее показываю, но мы ее подробно рассматривать не будем. Вот так она выглядит. Времени у меня сегодня немного. Поэтому сюда мы не будем заходить. Но такая выставка есть, кого интересует. Надо сказать, немного кого интересует. Я немного запыхалась, потому что у них четвертый этаж очень высокий получается. А вот во французские пастели 19-го и 20-го веков мы зайдем. Вот смотрите, портрет Агюста Ренуара. Очень одна его рука. Но я первый раз вижу Ренуара в пастели. Вот художник с очень сложным названием. Анри де Тулус Латрек. Его живописные работы я видела, а вот пастельные тоже нет. Вы знаете, пастель прошлых веков отличается от той пастели, которую пишут сейчас. Это портрет Писсаро. Я его уже здесь видела, кстати. Только в другой композиции. Эдгар Дега. Кстати, надо сказать, имена очень известные. Вот это, скорее всего, тоже Дега. Это он любил писать. Балерин, спящая танцовщица. Вот тоже Дега. Интересный сюжет. Женщина, вытирающаяся после ванны. Вот смотрите, у художников вызывает интерес такая ситуация. Скорее всего, это тоже Дега, точно. Дега, а называется причёсывающаяся женщина. А, кстати, пастель очень хорошо передаёт тело. Такое мягкое, нежное. Дега, очень много картин Дега. За туалетом. Но он поклонник женского тела, был и женской красоты. Тоже Дега. Тут танцовщица, это его уже фишечка. Да, две танцовщицы. Ро, Ро, Жорж, Жорж, Роа. Ну вот я не поклонница такого. Ну посмотрите, такое тоже может быть. Нет, вот это всё не вызывает у меня интереса. Пабло Пикассо. Или Пикассо, кому как удобно. А это кто такие? А, это Роа. Вот это всё Роа. Вот там. Мальчик с собакой, это уже Пикассо. И это, скорее всего, Пикассо. Да, точно. Я не поклонница Пикассо. Мне только нравится девочка на шаре. Но вы знаете, вот сейчас посмотрела, что-то в этом есть. Сейчас на меня как навалятся, скажут, что я ничего не понимаю. Это шедевр. Ну, как хотите. А это, скорее всего, поздний Пикассо уже. Сейчас я посмотрю, когда написано. Да, вот это всё Пикассо. И это всё более поздние работы по сравнению с теми, что я вам до этого показала. Ну, это без комментариев. Смотрите, здесь есть вот такая зона, где можно присесть и любителям любоваться длительное время. галерея памяти Сергея Щукина и братьев Морозовых. По-моему, я видела уже эту экспозицию. Сейчас посмотрю и скажу вам. Но я была очень-очень давно, несколько лет назад. Это фотография с портрета Серова. Изображён здесь миницинат Морозов. Ну, понятно, почему здесь его фотография. Потому что это иначе они, Морозов и Щукин, братья Морозовы и Щукин, они начали собирать коллекцию. А вот это настоящий портрет. Художник Крон. Это вот Щукин. Вот импрессионизм Клода Моне. Он какой-то такой тёплый. И несмотря на то, что импрессионистический, он реалистичный. То есть это не просто мазки какие-то, сбор. А это всё-таки какой-то образ создаётся. Посмотрите, вначале бросается в глаза светлые пятна пруд, а там вот в уголке, заметьте, находится дамочка какая-то выглядывает. Кстати, вот там в глубине ещё одну дамочку можно определить. Вот там два человека. Интересно. Вот тоже Моне. Вот хочу показать вам эту картину. Вот с этих картин, с картин Ренуара и Моне, у меня началось знакомство с таким направлением в живописи, как импрессионизм. И вот эту картину я обожаю. Когда-то были конфеты на коробке, которые была фотография или продукция с этой картины. Особенно мне нравилось это в молодости. Я представляла, что я такая же барышня, такая вся романтичная, такая нереальная, вся радостная, весёлая, перспективами, такая воодушевлённая, красотой. Ну, вот это мне очень нравилось когда-то. И, вот знаете, смотрю сейчас и вызывает те же самые чувства. Очень нравится мне это. Вы знаете, она отсвечивает. Её не посмотреть вот так вот полностью, потому что покрыто стеклом. Если получится, я размещу фотографию, посмотрю, есть там эти блики или нет. Так попробуй поближе снится. Нет, всё равно видно. Ну, что поделаешь. И вот ещё одну картину хочу показать. Называется она «Сад в Бордигере». Вот эти пальмы мне когда-то тоже понравились, впечатлили так меня. И, в принципе, как бы вот лес, состоящий из одних пальм, я тоже видела. Это очень интересное зрелище. Но здесь он немножко... Тот лес был мрачный, а этот такой весёленький. И такой в движении какой-то. Чувствуется здесь какая-то экспрессия. Кстати, вот ещё одна картина Дега. И, надо сказать, здесь немаленькая коллекция его работ. А сейчас я вам покажу работы, которые я раньше не видела. Посмотрите, это тоже Дега. Оказывается, он пишет не только обнажённые тела, не только танцовщиц. Ну и вот такие бытовые картины у него тоже есть. Но надо сказать, танцовщицы у него всё-таки выразительнее получаются. Интереснее. Посмотрите, а вот так выглядит Дворцовая площадь из окон главного штаба. Народ собирается. По-моему, ещё больше стало. И дождь, по-моему, немножко стих. И, по-моему, даже немножко выглядывает солнышко. Здорово. А вот это зал с работами Камиля Писсаро. Я сейчас быстренько пробегусь, а вам вставлю фотографии этих работ. Кстати, Писсаро мне тоже нравится. Особенно его пейзажные работы. Вот сейчас мы находимся в зале Ренуара. А, нет, подождите, это Сесле ещё. Вот на этой стороне три картины Сеслея. Я потом покажу фото этих картин. А вот здесь начинаются картины Ренуара. Вот такого Ренуара я никогда не видела и не представляла. Хотя сам Ренуар и работы Ренуара мне очень нравятся. Потому что с них началось моё знакомство с импрессионистами. Вот это портрет актрисы Жанны Самарии. Вот эта картина тоже мне известна со школьной скамьи, когда я ходила на факультатив поэтики и эстетики. Вот это всё портреты уже Агюста Ренуара. Вот здесь тоже картины Ренуара. Ну, слушайте, хорошая большая коллекция. Саду. Я потом пройду и сделаю фото. Девушка в шляпе. Вот некоторые картины я вижу не первый раз. А мне больше всего нравились его натюрморты и цветы. Я просто обалдела, когда первый раз увидела это. Вы посмотрите, какая красота. Розы в вазе. Не знаю, но меня почему-то очень впечатляет. Сейчас очень многие художники пишут розы, пионы. Но вот это, мне кажется, не переплюнуть. Какой красивый, живой, притягательный. Вот здесь интересный художник Анри Латер Фатур. Ну, вы знаете, мне очень понравились его и натюрморты, и букеты. А самая нежная, я её видела давным-давно. Она на меня произвела давно впечатление. Но я не запомнила автора. Вот эта вот работа. Вы посмотрите, какая она нежная, какие цветочки, какие формы. Прелестно. Кстати, это азалия. Это веточка азалия. Но почему она разных цветов? Интересно. Вы знаете, у меня видео получается очень длительное. И я решила, что фоторабот здесь я размещать не буду. А размещу их отдельно в статье. Кому интересно, оставлю ссылочку под описанием. Можете зайти и посмотреть. Да, и кто заглянул на мою страницу случайно, не забудьте подписаться. Вас ждёт ещё очень много петербургских музеев. Вот это я вам показываю зал с работами Поля Гагена. Но подробно я снимать не буду, потому что у меня уже кончается зарядка на телефоне. И я думаю, что здесь уже надо отдельно посвящать этой тематике видео. Вы знаете, вот у меня нет возможности подробно снять работы Поля Гагена. Я вам так только бегло показываю. Я, честно говоря, думала, что я осмотрю все этажи. Но я решила сегодня остановиться. У меня это не получится просто. Я сегодня покажу вам только импрессионистов, а все другие этажи в следующий раз. Смотрите, какой красивый зал. Это не фрески, это роспись. Вон ещё какие маленькие любители живописи. Слушайте, здесь так приятно в этом зале. Сейчас попробую селфи сделать. Вы знаете, я всё ещё брожу по четвёртому этажу. Я уже устала. У меня ноги не ходят. У меня уже садится батарейка. Я не могу ничего снимать. Но я хочу пробежать весь четвёртый этаж, чтобы иметь представление, какие художники здесь выставлены. Сейчас всё пробегу, посмотрю. Но я почему-то думала, что ну хотя бы один этаж я сегодня освою. Нет, не получается. Поэтому я сегодня на третий, на второй этаж даже не пойду. Вот сейчас пробегу четвёртый. И я думаю, чтобы вам что-то показать, я всё-таки в следующий раз начну тоже с четвёртого этажа. Я не поклонница Пикассо и прочих, но я всё-таки хочу это запечатлеть, потому что некоторые интересные работы, как мне кажется, всё-таки здесь встречаются. Я вам покажу, что мне из этого понравилось. Ну а вообще, хочу сказать, очень устала. Сейчас пройду весь четвёртый этаж и пойду вниз пить кофе. Ой, ну хорошо, что вышло. Потому что настроение было упадническое. И никак мне его было не поднять. Ну думаю, что я приду в себя сейчас. Всё-таки красота спасёт мир. Вот посмотрите в кафе. Кофе, капучино, латте, американо. В принципе, так всё в пределах. Ну только попить, по-моему, перекусить нечего. Так, а я, наверное, пойду в кафе какой-нибудь. Кстати, посмотрите, книжный магазин какой. Здесь, наверное, всё по искусству. Слушайте, когда-то я интересовалась, покупала даже книги. Четыре шестьсот девяносто, четыре с половиной. Ну это да. Но книги тут такие капитальные. Да, на любой вкус. Вот кто увлекается, занимается этим. Можно что-нибудь приобрести. Но я что-то так устала. Слушайте, я только фото сделала с этой картиной. Это репродукция, насколько я поняла. Интересненько. Всё, я вышла. Я поняла, что здесь нужно не один день. Здесь можно неделю ходить, а можно даже больше. И я не весь четвёртый этаж прошла. Поэтому, ну я думаю, что надо мне в апреле заняться этим музеем, который находится в главном штабе. Я сейчас домой. Здесь есть кофе, можно было посидеть, попить. Но, наверное, я всё-таки поеду на свою любимую политехническую и выпью кофе там.